о привет давно ничего не писал по-русски вот решил записать тем более что разговор пойдет о покупках о покупках здесь у нас в канаде я в канаде кембридж онтарио канада если кто не смотрел мои прежние видео я дальнобойщик с высшим гуманитарным образованием по профессии преподаватель английского языка попал в канаду в девяносто седьмом году вот живу здесь уже с девяносто седьмого года имея свой тяжелый грузовик и а дин трейлеру которого отделяется передняя часть то есть вот вожу тяжелую технику оборудования всякие вот но час последняя и сейчас у нас на короче ноябрь до 27 ноября сегодня и здесь очень большие идут праздники потому что этот четверг два дня назад это был день благодарения в америке thanksgiving и обычно на этот день и потом следующий следующий день пятница называется black friday черная пятница здесь везде безумные а скидки и вообще вот это вот день благодарения в америке считается как официальное начало рождественского сезона когда все начинают бегать вокруг и искать подарки на рождество поскольку рождество здесь когда 24 24 декабря и принято дарить подарки да но в канаде что интересно в канаде день благодарения раньше почти на месяц то есть у нас у нас он уже был но поскольку америка в 10 раз больше по населению у нас все завязано то есть америка от меня граница два часа я стараюсь нам покупать сейчас купил шины я сижу своей mazda 3 любимая . вся кожаная mazda 3 взял ее в январе этого года сейчас у меня только 7000 км вот это мне нравится могу ездить в ручном в автомате нажимаешь спорт вообще полная таз у нее 2 и 5 литра то есть это не маленькая не маленький движок 2 и 5 литра 184 лошадки я поставил еще такие специальные глушечки которые добавляют мощью в общем звучит тачка труба и поставил фильтрик такой этот высокой проходимости к н н чем тачка гоняет то есть я думаю у меня где-то по 200 есть лошадей точно но только она была немного неустойчивая ты отслёгся на секунду потому что пишу в машине немножко неустойчиво то есть расход бензина обалденный гоняет моща но вот из-за того что у нее легкий вес на дороге она вот не очень дорогу держит у меня до этого был пикап типа такого он там стоит мужик это ford f-150 а у меня у меня был такой у меня потом был доджер м у этого 5 литров движок бензиновый а у меня был такой и потом еще был доджер м но всем хороши тачки но блин они тяжелые и жрут бензин но как как конь воду в жаркий день короче ну 15 литров это еще хорошо настолько мы если получаешь то есть среднем было где-то по моему вот если взять по городу и по шоссе где-то было литров 17 главная каждый не так много езжу поскольку я дальнобойщик да я постоянно своем грузовике вот сейчас с января этого года на этой мази сейчас ноябрь с января по ноябрь я накатал 7000 километров ну то есть я не езжу на работу с работы там это как бы машина для удовольствия поэтому как бы особо вроде бы не нужно зацикливаться на расходе бензина но он у нас дороже чем в россии кстати и тем не менее здесь конечно видишь намного больше вот этих вот джипов пикапов таких тяжелых здоровых тачек как-то здесь народ но можно люди больше денег получают особенно в америке но в америке бензин дешевле там вообще на каждом углу эти вот все пикапы и и главное не дорогие конечно пикап чем хорош он был на 50 процентов дешевле чем это маза несмотря на то что не был 5 7 литров движок 400 лошадей вот это конечно поэтому скучаю но самый прикол в том что да у тебя 400 лошадей я могу на нажать на газ и она за три секунды кто-то пошпарит но вопрос ты тут же думаешь блин а у меня же бензин у меня 8 цилиндров это где-то выезжаешь на автостраду едешь как вася смотришь на свой расход знаешь ну там 110 115 едешь уже переживаешь а здесь то есть у тебя есть моща но ты боишься ей пользоваться то есть какой смысл то есть я пикап и джип это набрать тем кто вот для чего они предназначены либо таскать прицепы вот это кто там эти рыболовы охотники они таскают собой вот эти вот всякие прицепчики такие называются rv recreational ну не rv а короче но такие прицепы в которых можно жить как он такой как он называется по-русски забыл ну короче там внутри комната там даже душик туалет и так далее то есть как такой они где-то паркуют там в лесу но я никогда такого не понимал нафига это надо лучше я где-то в гостинице буду спать и потом уже доеду там где мне надо ловить рыбу а сидеть там с этими с комарами возле озера в общем есть люди такие так это вот для них пикапы либо для тех кто таскает такие прицепы то есть им нужна крутящий момент мощность и вот почему у них 8 цилиндров движут или это люди кто обычно у нас строители кто работает строителями вот там кто-то едет на работу у него сзади надо кидать потому что строители здесь должны иметь свои собственные tools то есть инструменты вот все здесь допустим ты идешь работать там на то водопроводчиком кстати хорошие деньги получаются получает пламор называется установщики кондиционеров а вот это air conditioning то есть вот когда дом строит или здание здесь всегда есть подрядчик один да генеральный подрядчик а генеральный подрядчик уже набирает этих всех спецов кто-то устанавливает это ac air conditioning кто-то устанавливает пламминг кто-то устанавливает там еще что-то пламминг водопровод то есть кто-то устанавливает газ так вот эти строители здесь безумные бабки получают то есть но это конечно на улице работать холодрым так вот они берут эти пикапы потому что надо где-то хранить все инструменты которые они с собой возят это то есть и кто-то грузы перевозят вот скажем фермер там раз он тут нему туда этот пикапа может кинуть туда идти будет там сено там и так далее там какие-то мешки там для коня купил там какой-то корм да то есть это вот для кого машина и третье то есть таскать прицеп таскать грузы внутри и инструменты и третья категория для кого нужны эти пикапы это кто часто ездит по бездорожью потому что скажем на легковой машине ты не можешь но есть такие машины до которого у которых полный привод ну например у меня передний привод и у меня больше нравится намного чем этот устаревший задний привод я не знаю на скользкой дороге машина намного мне больше нравится как она себя ведет то есть метод фабайфа полный привод он мне нафиг не нужен а вот на этих именно на пикапах на джипах почти все их берут сзади такая табличка будет написано фабайфа 4 крестик 4 то есть у него 4 колеса ведущий и это конечно большая разница вот если кто-то живет в сельской местности кто-то часто ездит на рыбалку на охоту и так далее а для нас вот кто я живу в городе по езжу по асфальту нафиг мне этот конь с этими 400 лошадей так вот я взял мазду очень доволен но это я отвлекся на короче да сейчас самое классное время покупать и экономить деньги на вот на всем сейчас даже вот можно было такой пикап взять там они меня сейчас закидали уже этот контора где я взял этот дилер автосалон где взял этот пикап два года назад и я же его продал давно поменял на мазду они меня уже засыпали этими там письмами там приглашениями там special event короче как у вас называется акция там давай приходи короче громадные распродажи приноси нам приводи нам пригоняй нам свой рэм этот мы тебе дадим там обалденные бабки за него и дадим и посадим тебя в новый 2017 года спасибо не надо я вполне доволен своей мазочки у меня другие японские машины кстати не нравится мне нравится toyota там honda а вот mazda что-то в ней есть такой она сделана отлично то есть качество намного вот выше чем скажем у французских машин там я не знаю которые получат популярны в россии но все-таки япония вот у меня табличка там сделать написано на пороге на порожке когда открываешь дверь made in japan сделано в японии собрана в японии машина ну так короче насчет распродаж что хотел сказать что а купил я шины да вот что это сказать что эта машина всем хороша но она неустойчивая на на дороге на большой скорости я поэтому купил шины здесь они очень дорогие зараза вот в канаде у нас очень высок по стране с америки цена на все выше бензин спиртные напитки сигареты дизель из-за чего из-за того что у нас все это идет на здравоохранение потому что у нас как здесь как союзе в бывшем это у нас бесплатное здравоохранение а в америке здравоохранение платная но там шанс умереть намного ниже чем здесь потому что здесь часто очереди громадной то есть если кому-то нужна операция будешь стоять в очереди один год но кей она бесплатная но если ты доживешь этот год вот тут конкретно я всем говорю когда меня спрашивают чем тенра вот тебе нравится канада да канада нравится мне нравится что она чистая и у нас намного ниже преступность чем в америке потому что у нас оружие нету такого вот скажем пойти куда-то купить где-то скажем там пистолет там автомат это я даже с одним полицейским тут разговаривал как-то вот вез груз и у меня этот самый сопровождающий но когда у тебя негабаритный груз тебе иногда там когда он превышает определенные размеры по по ширине по высоте тебе заставляют должен платить бабки сопровождающим называется эскорт или пайлот как пилот и такой обычный джипчик или машина у него там легковая машина между у него там знаки везде там овы сайз лоуд будет написано негабаритный груз там флаги и ты едешь с ним по радио постоянно у тебя помогает там где-то заблокировать полосу чтобы если там где-то узко да он вылетает вперед блокирует там ну короче они кстати обалденные бабки получают часто больше чем дальнобойщики вот так сказать кто хочет хорошие бабки зарабатывать посмотрите эскорт пайлот называется эскорт то есть сопровождающий эскорт а пайлот это как в морском деле да пайлот есть то есть это как штурман вот когда как лоцман по-моему когда скажем корабль приходит в порт и они нанимают местного этого пайлот чтобы он там который уже знает все эти местные там как подъехать как подплыть подойти так вот такой же у нас есть так короче этот чувак был бывший полицейский который проработал полицейским в эскортарио 30 лет и ушел на пенсию полицейский кстати получает блин он работал про сержантом уже окончил то есть это он как суп вайза был суп вайза это уже как называется ну как менеджер короче то есть он не ходил сам уже по улице а у него в подчинении были люди получал где-то он говорит когда ушел на пенсию что-то 1080 канадских в год и ушел на пенсию ему сейчас платят 60 процентов он говорит по моему то есть ну чувак богатый в общем получает бабки у него дом все и вот он догоняет еще как бы добирает деньги вот этим он купился такой пикапчик такой gmc короче как general motors такой же как ford но пикарчик конечно хорошо у него этот полный полный привод и он сзади там кидаются эти железяки вот ему тоже до пикапа ему классно и вот он меня сопровождал а мы с ним едем мы базарим а где как бы время чтобы убить и мы с ним базарили так вот я хочу про это вспомню я вам говорю так как оружие купить игру от меня просто интересно я говорю даже у меня нету никакого желания но допустим что я в канаде даже не знаю вот если бы я хотел я знаю вот этот walmart у нас громадный универсальный магазин они в каждом большом городе есть я видел у них патроны лежат в америке идешь этот walmart потому что он и в америке в канаде там я вижу лежит оружие уже лежат можно walmart пойти купить винтовку пистолет а в канаде только патрона лежат я сначала думал они какие-то может быть какие-то там дурацкие патроны нет смотрю блин прямо серьезные патроны можно купить оружия нету так вот почему у нас преступность ниже я этого полицейского спрашиваю говорю ну так где вот как у нас люди покупают то есть по закону же разрешается то есть скажем если у меня есть дом там какой-то да я хочу купить оружие для замок для самозащиты да по закону разрешается но ты его не можешь носить при себе ты его только должен держать дома и причем там правила такие то есть там должен быть сейф там там магазин должен быть скажем если это пистолет магазин должен быть отдельно в общем там целый прямо то есть можно большой штраф получить если там тебя найдут что у тебя пистолет там где-то лежит на кухонном столе например то есть он конкретно должен быть всегда спрятан и в автомобиле то мне все рассказывал говорит в машине у тебя тоже должен быть сейф и в машине тебе разрешается его вести только из точки а в точку б и то есть в тир например и то есть короче система такая что в канаде купить оружие можно только через так называемый gun club то есть как клуб для стрелков любителей вот ты вступаешь в этот gun club и только тогда ты можешь тебе дают там какую-то бумагу короче у них только при них если от магазин как будто магазин оружие только для членов этого gun club оружейного клуба вот почему у нас даже не видно нигде этих магазинов да и почему у нас ниже преступность я считаю после люди не видят просто это то есть у меня мысль возникает может быть кому-то там морду набить ночью могу дину он возьму тележку эту и в кого-то толкнул да а в америке едешь вот это же на грузовике еду на каждом шагу реклама оружие боеприпасы оружие боеприпасы то есть там едешь вот когда первый раз особенно выезжаешь блин где-то я еду что это за страна такая то есть все коммерческая да то есть вот как здесь можно пойти купить бутылку водки там пошел заполнен заявление купил пистолет там но не автомат пишите не дадут купить потому что там тоже запреты стоят на вот на такие на автоматическое оружие там общем какие-то запреты но купить этот шотган то что называется дробовик купить там ну что для самозащиты запросто и в некоторых штатах есть закон который разрешает тебе носить оружие при себе называется консилд керри керри как носить так вот это это ты должен тоже там какой-то экзамен сдать ну короче я в паре штата видел мужик выходит из магазина блин ну стрёмно прям у него кабура на поясе куда молодой парень идет у него кабура на поясе у него пистолет поэтому когда в америку едешь на быть всегда очень осторожным потому что там очень многих очень многие люди вооружены поэтому особо ругаться с кем-то не рекомендуется поэтому хочешь ругаться ругайся в канаде а в америке короче вот кроме шуток люди друг друга стреляют вот был случай этот road rage называется да то есть на дороге когда люди психуют друг на друга как у вас это по-русски называется я не знаю баба ехала баба ехала на на джипе с ребенком и что-то там разворачивалась короче делал этот you turn разворот и кому-то там не понравилось как она долго разворачивалась мужик под за ней погнался подрезал ее заставил ее остановиться вышел и убил ее из пистолета ее ребенка по моему даже ну то есть больные люди то есть если у него не было бы оружие он бы наверно уже этого бы не сделал ну чё бы он ну может быть стукнул бы ее то есть америка страна чудес так вернемся обратно да так насчет шин взял я шины в америке там все дешевле поехала порт гурон мичиган два часа отсюда есть обалденный магазин в два раза цены ниже взял перели пизиро называется пизиро как 0 обалденной шина здесь она стоит где-то 250 долларов сша в америке стоит извините в америке стоит 123 этого поехал на границе на было заявлять поскольку я был в америке меньше чем до два дня если в америке ты два дня то есть вот канадцам я канадец у меня паспорт все канадцы могут въезжать на мне никакая виза не нужна просто на на границе показываешь там объясняешь куда-то едешь и все то есть никакой виза не надо но ты должен заявлять все что ты купил если поймает если там наврал если поймает большие штрафы то есть не рекомендуется и и это самое если ты больше двух дней в америке то разрешается ввозить покупки без всяких пошлин до 850 долларов сейчас то есть можешь купить телевизор хороший там я не знаю компьютер какой-то недорогой ничего не платишь а если ты выходишь за эту сумму или ты был в америке меньше двух дней ты должен заплатить просто наш там даже нету никакой дьюти никакой пошлины просто платишь платишь наш этот ндс у нас это называется sales tax налог с продаж 13 процентов вот я у меня старые шины были в салоне потому что я поставил их на на интернет продаю поэтому ну как то есть надо заявлять то есть старые шины в салоне новые там то есть я когда купил четыре колеса вот четыре шины на mazda заплатил 13 процентов они как берут они берут американские доллары переводят в канадские и потом 13 процентов вот так вот и машина сейчас еще хуже стала на дороге короче из-за того что эти шины 225 миллиметров а старые были 215 они немножко шире и они выше и то есть они то есть надо сделать снова развал схождения потому что у меня углы все поменялись вот сейчас выходные вот в понедельник во вторник пойду здесь рядом классный магазин сделал развал вхождение то мужичок классно знаешь так делать ему говоришь вот то есть она мне не тянет а влево вправо вот именно просто как бы не держит дорогу особенно когда ветер как бы гуляет то есть надо постоянно вот держать руль и концентрироваться то есть я знаю что так не должно быть то есть как только я шины поставил новые стало хуже я уже с этими шинами и уже и на грузовике же с этим постоянно сталкиваюсь я знаю что когда меняешь размер шин это влияет на развал схождения так короче вообще то тема этого видео должна была по идее быть распаковка новой камеры но что-то я так увлекся поскольку давно ничего не писал по-русски и просто такая в голову пришла мысль что поскольку у меня главный канал это про дальнобойчество и у меня канадцы американцы и мне нравится когда начинаю рассказывать там про фотографию про видео они мне поставят там делают и сам сдал поэтому про фотографии про видео мы будем делать на русском вот взял такую сейчас распродажа nikon d750 обалденная камера но мне было до этого но пришлось продать там была нехватка денег короче здесь что у нас канадская полностью идет гарантия собрана в таиланде гарантия 2 года и я заплатил еще 200 или 200 баксов ну даже меньше 229 канадских долларов заплатил за дополнительную гарантию продленную теперь у меня не два года 4 завода 2 у меня теперь как бы 4 и по и вся гарантия она намного лучшего качества то есть например если этот это тоже называется лимон лимон если камера дефектная я могу ее обменять в течение 30 дней то время как если у тебя только заводская гарантия можно обменять в течение 15 дней и также если она ломается вот этих камер обалденная камера но у нее слабое место затвор как-то вот затвор они что-то не довели его дома и вот даже были отзывы эти смысле отзывы recall то есть когда их надо было нести ремонтировать из ремонтировали бесплатно были именно проблемы с этим вот счета то есть механизм затвор который спуск делать поэтому надо брать обязательно с продленной гарантии потому что здесь самое классное feature или самая классная вещь в этой гарантии то что если камера ломается два раза и ты относишь на ремонт они бесплатно ремонтируют если тот же самое та же самая причина если она опять ломается в третий раз тебя дают новый камер поэтому все вот кто покупает такие камеры дорогие то есть это было две штуки канадских это где-то после налогов после всех правда всех там у нас налоги же в цены в цене не указываются они только их видишь когда ешь кассе но это 13 процентов то есть переводе на американские баксы это 1700 после всего в то время как в америке эта камера сейчас стоит 1800 американский доллар плюс скажем в нью-йорке я знаю плюс семь процентов у них налог то есть у нас дешевле вот а почему потому что праздники праздники черная пятница black friday сейчас в понедельник будет называться cyber monday то есть будут очень хорошие сделки на на интернете cyber как ну короче виртуальная действительность ну короче вот давайте откроем коробочку все новенький еще ни разу не открывал вот моя гарантия от никона и сразу видно что это то есть не не серая модель а именно не конки канада написано nike in canada диски здесь идут у нас поскольку два языка французский и английский люди идут руководство пользователя на двух языках и даже никогда не открывая вместо этого лучше смотрю фильмы на на трубе так здесь все так вот красиво упаковано ремешок которым я тоже никогда не пользуюсь батарейка мне такое не нравится что у нее я сижу перед рестораном собрался пойти перекусить и хочу как раз зарядить вот так она делается пимпочку нажимаешь она поворачивается так и вставляешь кабель usb есть еще запасной ну короче usb им тоже не пользуюсь я перевожу перегоняю все фотографии через sd карту а это тоже это реклама повесишь все будут значить у тебя дорогая камера поэтому я ношу чисто камеру всегда в сумке у меня такая наплечная сумка где помещается одна камера с одним объективом так вот такая батарейка цена я просто вставляешь вот так сейчас пойду в ресторан пока буду кушать заряжу батареи заряжалка батареи mh25a рассчитана на 110 и 240 а то есть она вот это вот просто у нас такие вот розетки для скажем для россии надо брать переходник в америке в канаде все таки и вот сама камера сама камера так красиво все упаковано это вот самая лучшая камера за эти деньги я не знаю намного лучше чем феном за 1700 долларов это обалденная камера я вот делал снимки просто качество с хорошим объективом качество но обалденно все-таки это full-frame полный размер вот у нее отличие от предыдущих что у нее вот это есть то есть это очень классно для для видео то есть она не поворачивается в сторону только вот так вот вверх то есть ты можешь все снимаешь над головой сделать так если снимаешь скажем ну сверху так стоишь то есть опускаешь на уровень пояса можно так делать вот такая вещь там у нас сенсорик все красиво объектив объектив у меня идет по почте но пока еще не дошел я взял тем я взял просто два этих два объектива взял у нас называется prime prime ну короче мне чего не нравится что они легкие не хочется таскать меня до этого была сигма 24 105 ну блин тяжеленная она весит это сигма кстати сигма очень хорошо работала рисует обалденный объектив если что посмотреть у меня там есть поищите у меня на канале торонто в бейте торонто даже русские буквами то вы найдете я там сделал такой типа слайдшоу как бы ну слайдшоу да вот снимал такой же камеры где-то месяц месяц назад и это было сигма 24 105 миллиметров f4 так вот это сигма всем хороша и хорошие обалденное качество с этой камерой очень высокая резкость цвета очень богатый но она весит более 800 грамм один объектив тогда камера где-то 800 грамм 850 с батарейкой и объектив 850 грамм то есть тяжело а вот эти вот prime lenses короче с фиксированным фокусным расстоянием они 300-500 грамм вот это м ран я взял 45 миллиметров 1 и 8 сейчас я решила отдать пока вот я столько денег потратил этот весит 500 грамм а я пока себе оставлю вот и второй объектив я уже заказал тоже в понедельник приходит я взял nikon 28 миллиметров 1 и 8 этот весит 350 грамм то есть вот это у меня будет как главный объектив 28 такое интересное расстояние фокусное то есть это как бы как и 35 и 24 но не слишком широко не слишком узко то есть отлично вот что-то снимать скажем там мой грузовик там грузы когда буду грузить там все эти экскаваторы бульдозеры а 45 почему 45 опять-таки потому что это самое лучшее качество вот я всегда проверяю на dxomark.com и там можно видеть резкость как какую резкость ты получаешь на данной комбинации объектив и и камера так вот для этой камеры для d750 сигма до сих пор они никак не могут протестировать сигмы там нету в этом списке на dxomark для nikon d750 по-английски у нас говорят nikon а вот это вот там ран 45 миллиметров и тема 35 миллиметров у него 22 мегапиксела резкость с этой камеры то есть это очень очень высоко потому что 18 это отлично выше 18 это это прикол так вот я подозреваю что это sigma sigma 24 105 у меня тоже был очень очень высокий но минимум 20 это точно еще еще взял вот еще надо взять насчет у меня будет пока один один объективчик буду с ним вот хочу видео больше снимать на эту камеру и возьму штативчик вот именно на видео надо давить то что у меня фотографии не как у меня то есть у меня галерея есть кстати на там есть ссылочка вот посмотрите наверх там где youtube написано у меня там есть ссылочка на инстаграма твиттер и там есть по моему я поставил это гелори галерея там где можно купить мои фотографии так вот за год я продал две фотки камерой пользовался очень дорогими продал две фотки размером 10 на 15 какой-то мужик из техаса купил две мои фотографии не агарские водопады то есть я фактически как бы как никак не смесь я заработал 10 долларов в каждой фотке но я продал две мои фотографии продал ночи я профессиональный фотограф только проблема в том что это единственные 2 2 фотографии которые продал то есть вот видео на трубе зарабатывают деньги то есть вот за рекламу труба нам платит деньги то есть google платит поэтому надо больше бить на видео и вот взял такой микрофончик я уже тестировал у меня он был раньше потом что-то мне валялся валялся я не что-то им не пользовался взял продал а сейчас взял снова для этой камеры обалденный он легкий стоит сейчас у нас тут упал на 10 долларов от распродажа что-то у меня картинка так потемнело из-за того что белое это короче это видео микро называется или майкро это раунд раунд видео микро вот цена была 79 долларов а сейчас стало 69 это канадский где-то полтинник американский сейчас попробуем вот уже открыть если получится так не хочешь не хочешь его рвать пленку прицепили ногтей нету получилось видео микро чем он мне нравится качество очень хорошее звука я уже тестировал и что прикольно что очень значит низкая цена здесь такая вот штучка есть соль там да вот маленькая такое руководство пользователя крохотное как сам микрофон так вот это вот такой вот кабеля кабелев он весь устанавливается в эту штучку накручивается на камеру и вот сам микрофончик крохотный уже идёт с этим носком называется windsock то есть защитить защищает от ветра вот он вот сам микрофон вот мой палец палец вот микрофон то есть это мне нравится что он такой крохотный его легко с собой везде вот он так просто задевается и все да еще вторая вещь классная то есть очень маленький размер удобно с собой носить и вторая классная вещь что ему не надо питание у меня нету батарейки он работает от берет питание от камеры я специально хотел такой найти чтобы не таскаться с батарейками потому что забудешь ее зарядить или забудешь ее поменять и все что-то будешь писать звук и ничего не будет писаться поэтому на мой взгляд такие вот намного более удобно особенно когда они хорошо работают почему нет вот такое я хотел вам показать ребята это мои покупки как бы сам себе сделал подарок на на рождество на новый год новые шины новая камера новый микрофон сейчас будут деньги может быть со следующей получке возьму какой-то мне нужен такой недорогой штативчик с видео головой это видео head и с ручкой чтобы можно было видео снимать вот такие новости да я работаю у меня груз есть я вчера мотанулся через границу в америку в бафлоу взял груз сейчас он на моем грузовике сидит на моей на моей стоянке завтра понедельник поеду его отвезу и потом мне еще на это 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 трейлер компания ними попросили им просто помочь то есть мой свой трейлер этот лобой я бросил в их на на их стоянке сначала то есть завтра поедут отвезу этот груз который сейчас на их трейлере у меня здесь потом брошу трейлер в их на их стоянке зацеплюсь к моему и доставлю тот груз то есть я как бы сейчас делал одновременно два груза то есть денежки идут все нормально всех с наступающими праздниками думаю что в будущем еще буду делать на русском языке но вот именно с уклоном на на видео на фото то что я не могу делать по-английски потому что люди это совсем не ценят так что если кого интересует фотография а также грузовые перевозки подписывайтесь смотрите оставляйте комментарии я сергей драчев кембридж онтарио канада чао